Даже если даже пресс-конференция Кадырова не вызывает у меня интереса, если на этой пресс-конференции не происходит ничего того, на что я обратил бы свое внимание, Кадыров не говорит ничего того, что как-то резонировало бы, то это говорит о том, что он стал очень скучным. Мне мой товарищ скинул старое высказывание Кадырова, его речь, когда он говорил о детях, которых плохо якобы воспитывают. Смотри, Кадырова, это я сейчас для тебя показываю, не столько даже для людей, многие могут даже не понять, в чем суть, но ты это поймешь. Я тебе сейчас покажу, посмотри свои слова несколько летней давности и хорошенько подумай о том, как тебя постигло именно то, о чем ты говоришь. Послушай. venя из дома я слышал, у меня geez, ты как родственники «С shocked» как радости, хочу свои слова на Nichtru defense. Тао отлично! 하겠습니다! Как тебе, Кадыр, вспомнил? Я даже не буду это переводить, я думаю, кому надо, тот понял, но в целом твоя речь о том, что если вот так вот, мол, детям позволять делать все, что угодно, то они сделают, в итоге это приведет к тому, что они сделают что-то такое, что навлечет позор на этих родителей. Удивительно, да? Какая ирония судьбы, когда ты позволяешь своим детям, особенно одному из них, творить все, что угодно, когда они наделены просто неограниченными полномочиями, властью, когда твои спиногрызы, еле достигшие совершеннолетия, уже ездят по республике в сопровождении кортежей, у кого хотят, что хотят, отжимают, любому из твоих министров и прочих твоих прихвостней, могут позвонить, заставить там какую-то сумму выложить, просто могут там отругать. Когда вот подобное происходит, это неизбежно, Гадыра, приводит к тому, что в итоге родители оказываются опозорены действиями этих детей. Делают что-то такое, о чем даже стыдно, как ты сам говоришь, даже стыдно об этом говорить, упоминать. Представляешь, как все возвращается? Это очень хороший повод тебе задуматься, ведь все то, что ты говорил, все то, что ты говорил о других людях, все то, в чем ты обвинял других людей, за что ты их наказывал, это все потихоньку-потихоньку тебе возвращается, все это тебя постигает. Вспомни про здравоохранение. Когда люди жаловались тебе на здравоохранение, когда высказывали, даже не тебе, а просто в каких-то своих группах, где-то что-то там, какие-то, какое-то негодование по этому поводу высказывали, ты заставлял этих людей извиняться, наказывал их за то, что они говорили правду. И твоя пропаганда показывала, что нет, это все ложь, у нас все прекрасно со здравоохранением. И что в итоге получилось? В итоге Аллах тебя поставил в положение, когда ты был вынужден столкнуться с этой системой здравоохранения у нас, выстроенной тобой же, тобой хвалимой. И что произошло? Ты на своей вонючей шкуре испытал все прелести этой системы. И ты вынужден был поменять министра здравоохранения, пригласить из Москвы каких-то там специалистов, которые теперь у тебя должны эту всю систему выправить. Ну ты, по крайней мере, возложил на них эти обязанности. Я забегаю вперед, скажу, что ничего не получится ни у тебя, ни у них. Потому что система, которую ты в целом построил, она не даст им это сделать. Противовесы очень большие. Для того, чтобы у людей появилась возможность исправить эту ситуацию, нужно не одну систему здравоохранения менять. Нужно вообще в целом всю систему менять. А ты к этому не готов. Потому что вся твоя система выстроена таким образом, чтобы ты обогащался. А ты не будешь обогащаться, если навести, начать наводить в этой системе порядок. Ты обогащаться не сможешь. Нужно коррупцию помощь убрать. Поэтому, забегая вперед, я тебе говорю, ничего из этого не получится. Но я тебе просто ставлю, немножко даю тебе возможность поразмышлять на эту тему. Смотри, как видишь, как Господь Миров заставляет тебя на своей шкуре прочувствовать эти моменты. И то же самое с детьми. Вот ты недавно говоришь, упрекаешь людей о том, что они слишком много якобы позволяют своим детям. И если они будут это делать, то окажутся опозорными. Эти дети их опозорят, сделают что-то такое, о чем даже говорить стыдно. Мне не нужно, наверное, рассказывать, в каком положении ты оказался. Как это к тебе вернулось. Как твой отпрыск тебя опозорил. Следи, Кадыров, дальше за тем, что будет дальше. Все эти вещи, которые ты творил над людьми, все это к тебе будет возвращаться. Про мухтия коров вообще не говоришь. А что про него говорить? Видимо, не дает он пока такого повода, чтобы я им заинтересовался. Я же вам говорю, они в последнее время, начиная от самого Кадырова, заканчивая всеми его приспешниками, они стали какими-то скучными, неинтересными. Даже если даже пресс-конференция Кадырова не вызывает у меня интереса, если на этой пресс-конференции не происходит ничего того, на что я обратил бы свое внимание, Кадыров не говорит ничего того, что как-то резонировало бы, то это говорит о том, что он стал очень скучным. И поэтому мы смотрим прежние какие-то высказывания Кадырова, его действия, и видим, что это было интересно. Он что-то постоянно там делал, вызывал какой-то интерес к себе. И, соответственно, делали это и его подчиненные, и тот же муфти Кадырова. Например, Адам Шахидов мог где-то там нарисоваться по груши, как-то очень смешно удары наносить. Мог там Джамбулат Умаров какие-то высказывания сделать. А тут Джамбулат Умаров снимается в фильме, а это даже неинтересно. Представьте, мне очень многие люди скинули этот отрывок, где Джамбулат Умаров сыграл главную роль. А у меня не возникло даже желание это где-то опубликовать, это как-то прокомментировать. Потому что он перестал быть интересным. Даудов этот, Иудов, тоже ничего не делает. Ничего того, на что можно было бы обратить внимание. А раньше ведь это все было. Раньше Иудов мог выйти в эфир, что-то такое сказать, что обязательно можно было бы противопоставить против действий его руководителя. Например, Иудов говорил, как можно развлечься на диване и вести эфиры. И мы сразу же вспоминали, опа, а кто так делает? Так ведь делает Рамзан Кадыров, не просто развалившись на диване проводить эфиры. Он еще в это время умудряется там из носа, волосы выдергивать прямо в эфире. То есть, если сразу тебе это интересно, ты это комментируешь, ты показываешь. Или, например, Иудов выходит в эфир и начинает критиковать тех, кто приходит на похороны и во время погребения фотографируется, допустим, в могиле или на кладбище. Он их критикует. И мы тут же сразу же вспоминаем Кадырова Рамзана, который делает ровно то же самое, что порицает Иудов. В общем, какие-то такие вещи, которые были интересны. Это было интересно комментировать. Сейчас вы, ребята, стали очень скучными. Если вы не интересны мне, то вы не будете интересны никому. Я, по сути, ваш главный такой хейтер, который постоянно роется в вашей теме. И представьте, если это мне не интересно, то кому вы будете интересны. Вот со мной тут согласны, что раньше каждую неделю почти кипиши были. А сейчас скучно. Да? Действительно. Потому что, ну, какие-то стали скучные мои оппоненты. Субтитры сделал DimaTorzok